Забрать кэри. Ну, предполагаем, что это, конечно же, кэри, что это не герой на центр, не какой-то роумящий персонаж, а именно герой на первую позицию. Леон Огрмак, два саппорта команды LGD, открытого какого-то роумера, ярко выраженного в пике LGD нет. Ну, Огра можно было бы назвать роумером, но все-таки он, кажется, больше подходит для какого-то зонинга на лайне из-за своего большого хп, из-за своего большого хпригена и армора, конечно же. Вот появляется мидер у LGD. Не, Огр, конечно же, герой крутой, но если, например, в центре у Мирана будут проблемы, то тяжело будет помогать, откровенно говоря. То есть там надо будет просто стоять или личить экспу, или стоять за спиной Мираны, а как-то отогнать мидера Огрмак поначалу может, потом ему это делать уже сложновато. Ладно, посмотрим, как будет получаться. Твердый пик Ньюби. Сейчас узнаем, будет ли у нас пак на сложной линии или на миде. Смотрю я за Мираны и вызывает страх у меня вообще этот персонаж. Вот буквально вчера те, кто досматривал Dream League до двух ночи вместе со мной в том числе, видели, как, в общем-то, исполняют на этой Миране игроки в европейском регионе, в СНГ регионе. В частности, вот у Сикрита вчера была просто бешеная Мирана от Мидуана, сейчас с появлением этого нового артефакта Кая, эта самая Мирана с магическим прокастом, она просто какими-то новыми красками заиграла, потому что рассказ нереальный. Вчера был момент, где в лейте уже практически брюмастер, вот представьте себе, брюмастер 2500 хп, Мирана снесла его за секунду с рефрешером. Там Кая, Дагон, Эзериал Блейд, рефрешер повторили буквально одна секунда, там кнопки подряд нажимались и 2500 хп как не бывало. Бешеный просто персонаж, помимо того, что он еще там других героев бесконечно убивал. Так что сейчас вот как-то эта Мирана появляться стало все чаще и чаще, особенно на центральном коридоре, и вот в частности в этой игре от Мэйби я ожидаю примерно такого же, то есть тоже игра через магический рассказ. Вот тут можно играть через магический рассказ, потому что Виверна Колд Эмбрейсом старается тиммейтов своих как-то спасать, а ты туда вот Дагон и Эзериал и все это выливаешь. Довольно удобно. Хотя против Виверны тут и так у LGD достаточно хороший пик, магического урона предостаточно, большое количество дизейблов. И опять-таки в Колд Эмбрейс можно легко стрелу запустить, и когда герой выйдет из, я не знаю, как сказать, из дизейбла или из бафа, в данном случае, наверное, из дизейбла, то он сразу же, ну, как бы, будет застанен, снова будет в дизейбле. Не узнали мы, где же все-таки будет пак после четвертого пик, а вот теперь узнали после пятого. И это оффлейн пак, Клин оф Пейнт Центр, Бладсикер на перепозиции. Кирокоптер хороший герой, странно, что его, ну, так редко вообще брали, ну, в предыдущем патче его почти не брали. В этом патче, вот, вот, собственно, первый раз, который я его вижу в Кэптанз моде, ему переработали немножечко таланты. Что, на 25 уровне коллдаун применяется в любой точке карты. То, что раньше, когда-то, давным-давно было агонимным, да, потом агоним. У нас стал добавлять дополнительную тычку просто каждый раз, когда кто-то подходит в АОЕ, атаки герокоптера. Пытались это игроки использовать в билде через агоним и мэлшторм, но как-то не прижилось, по-моему. Так себе работало, да, все очень ситуативно. Добирает ласт пиком с тебе LGD еще и Фуриона, один из сигнатурнейших персонажей для F.Y. Ну, стал, скажем так, сигнатурным, да, все-таки для меня, наверное, на всю жизнь память останется F.Y. Как Рубик, ну, как суппорт четвертой позиции, как активный суппорт четвертой позиции, как исполнитель на роуминге. А тут вот, ну, или на пятой позиции, да, постоянно менялись они с Фенриром, например. А тут тройка, и вот теперь, играя на тройке уже в том сезоне, и в этом сезоне, соответственно, Фурион стал одним из его, наверное, сильнейших персонажей, сильнейших героев. Это здорово, за этим будет поинтересно наблюдать. Правда, конечно, само исполнение F.Y. надо оставлять желать лучше. Вот последнее выступление LGD, вот именно тройка просаживалась довольно часто, и F.Y. Не удавалось хорошо отставить линию, хорошо как-то найти себя по игре. Игрок, тем не менее, очень молодой, и тем не менее, он весьма-весьма способный. Так что я думаю, что он еще подтянется на топы китайской доты, и не только китайской. Будем надеяться, будем ждать. Так, ну, драфты вот такие. И надо, конечно, LGD в целом собраться, не только F.Y., а как команде, потому что первая карта вообще меня не вдохновила, не впечатлила. Много проблем, начиная с стадии лейнинга, вообще, начиная даже с драфтов, потом стадия лейнинга, потом мидгейм, потом лейтгейм. Везде были одни проблемы. По сравнению с Ньюби, конечно, очень серьезно просаживались ребята из LGD, поэтому... Сейчас вот прям то самое время, когда нужно собраться с мыслями, со скиллом своим, и показать хорошую, достойную доту. Жадательно, конечно, сравнять что-то с серией. Ну, посмотрим. Ньюби, я думаю, будут против такого расклада. Да, Ньюби наверняка хотят быстренько выиграть и, я так понимаю, уехать с турнира. Ну, или, по крайней мере, им не надо будет морально готовиться к еще одной игре сегодня. Так, по-моему, кто выигрывает, тот как раз и играет. А, хорошо. Я думал, просто кто проиграет, там, сначала в нижней сетке будут играть. Ой, 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 неприятная ситуация. Спалился сейчас как-ка, как-то он вышел из смока, его два тиммейта из смока не вышли, а вот он именно вышел. И вышка его спалила, у него был один вард, могут LGD догадаться то, что Виверна там мид провалил. Ну, конкретно в какой точке может команда LGD догадаться, в какой, ну, как бы стоит вард. И если у них есть Сентрик, то они все это дело могут разделить. А Сентрика нет, у Леона тапок, все, Леон на роме. Может быть, мы стоим у истоков нового ромящего персонажа в этом патче. Лайл? Ну, да. Ну, видишь, он с тапком. Сейчас, может, как начнет бегать по всей карте, станет всех подряд. Доману высасывать, что, может, посмотрят на это другие команды и скажут, ну, ладно. Хотя в команде LGD именно Яу играет на четвертой позиции, как мы знаем. Данно, что в этой игре они решили как-то посвапаться. Так, тут провардили Юби еще и легкий спаун. В топе у нас будет стоять Нейчерс Профит против пары героев Блотикер, Спирит Брейкер. Для Нейчерс Профита это... Ну, не везет ФВАю на самом деле. Вот дважды он будет играть против таких героев, которых особо-то не похарасишь. Ну, Блотикер его с лайна выгнать очень сложно. А тут еще и Спирит Брейкер, который по игре потом будет мешать. Ну, на предыдущей карте, если вы помните, ФВА играл против Тимбера на лайне. Там он тоже выгнать этого героя с лайна не может, естественно. Ну, тем не менее, конечно, против Милишника он стоит. Тем более, пока Муги один, Спирит Брейкер ушел вниз через ТП как раз-таки. Поэтому УВА, ну, прекраснейшая возможность для того, чтобы этого Муги просто отзонить. Хапоригена не так много. То есть, 4 танга всего пока остается. Да, я, наверное, поспешил. Я забыл совсем, что так было в прошлом патче, когда был Пурман Шилл. Сейчас Пурман Шилла нет и... Ага. Ну, приходится подтерпливать. Ну, в любом случае, Блассикер должен тут что-то получить, какой-то фарм. Ну, какой-то, но не фрифарм, очевидно. Ну, да, да, фрифарма, наверное, не будет. Без Пурман Шилла фрифарма не будет. Угу. Посмотрим. Ну, тут очень многое зависит, конечно же, от именно телодвижения и спиритбрейкера. Но это в первую очередь от Ньюбе. Это четвертая позиция. Это тот парень, который должен заводить толпу, да, заводить и нас, и своих тиммейтов, который должен и снизу преуспеть, и на верхнюю линию переместиться разок-другой. Может быть, даже и в центр тоже приехать и постараться как-то Мирану. Но если не убить, то хотя бы отзонить. Хотя, вот, новую Мирану убивать сейчас можно. Очень сложно, да. Три заряда липа — это не смешно. Липа — это просто... Настолько бафнули Мирану, вот, ты просто посмотри. Сделали талант с 25-го уровня на 15-й. Просто на две строчки не... Ой, Курьер. Курьер в миде из Трипл Си. С блинка убивает. Да, институт не рассерялся. Да, очень неприятная ситуация для мэйби. Знаешь, я что хотел сказать? То, что, ну, да, три липа — это здорово, но какие же они короткие, эти липы. Вот ты стоишь против Queen of Pain на линии, где прибегает ещё и Spirit Breaker. Ну, ты раз лип, два лип, ну, это ерунда. Ну, честно, ерунда. Клопа одним прыжком догоняет все твои три липа. В большом счёту. Там рейндж очень маленький, и мне не верится в то, что вот эта вот обновлённая Мирана уже стала намного живучее теперь. Ну, в лейте там потом, да, когда ты, ну, уже промаксишь эти самые липы свои, и там как-то там скорость, и дела, время восстановления очень маленькое становится каждого заряда. Ты постоянно вроде как прыгаешь, но вот в начальном этапе вот прилетит тебе Spirit Breaker, ну, дашь ты свой лип, на очень короткую дистанцию. Клопа тебя и за спину перепрыгнет, и как угодно. Ну да, задай ведьмогут одним словом. Это действительно так. Если СТРССи грамотно толкнёт линию, то есть крипы его будут прям под вышкой у Мэйби прибежит Spirit Breaker, будут проблемы. И следует ещё добавить по поводу ситуации с Бладсикером. Очень важно, чтобы постоянно какие-то размены по ХП происходили между командами Ньюби и ЛГД. Ну, даже не обязательно в пользу Ньюби. Важно, чтобы игроки ЛГД вот потратили свой реген сейчас, да, и стояли где-то там, ну, 75% стэка, 50% стэка. Короче, чем меньше, тем лучше. Это облегчает линию Муги. Он, по крайней мере, может там, ну, карасить как-то и флая, проще ему крипов добивать, уходить от тычек, там, хит-н-ранить как-то. Видим, то, что Муги очень сильно просел, третий левел у него, да, без Пурман Шилда прям что-то вообще ему тяжело, 16 на 8. Ну, Тангоси дополнительно несёт, но об этом и речь, конечно, а что делать? Ну, теперь не Пурман Шилда, не Арон Талон. В лес даже не уйти, бедняжка Бладсикер. Вот если сейчас... На Талон-то не следовало рассчитывать, конечно, Бладсикер, но Пурман Шилда, да, очень сильно подвёл. Ну, ты знаешь, раньше, когда были проблемы, и Талоном не брезговали, уходили в леса и спокойно выфармивали себе шестой уровень Бладсикера. Ты вспомнишь тех легендарных в том патче Бладсикера в четвёртой позиции? В пабликах, я имею в виду, которые выходили и начинали там всю карту просто уничтожать. Да, это, мне кажется, ну, очень такой, конечно, ситуативный вариант в профессиональной игре, но в матчмейкинге это действительно так, особенно на каком-то низком рейтинге, где, ну, не совсем люди уделяют внимание леснику, а он там за пять минут шестой левел получает, приходит мид и убивает те мидера. И всё, это ничего не может сделать. Ну, я просто к тому, что даже сейчас как опция это отсутствует, да, что можно уйти в лес на этом Бладсикер, можно, но сейчас намного тяжелее это сделать, чем раньше. Тут Ява пытаются убить на Феррес Плат, между прочим, у него должно получиться. Запинывают его, хоть и толстенький персонаж, однако дэмэджа хватает, всё-таки три героя выбило. Как ни крути. Да, если честно, правильно сделали, что Пурманшилд убрали. Слишком дисбалансный артефакт. Типи уходит на Орб. Устанавливает тебе здоровье флаской. Дисбалансный он с той точки зрения, что рейнджовый, например, герой не может себе позволить Пурманшилд. Ну, потому что он не так много получается. А на милишниках практически все покупают Пурманшилд. Плюс топорик ты ещё покупаешь, не милишник. Вот представь себе, милишник, у него топорик и Пурманшилд, а рейнджовик что? Ничего. Так а что представлять? Весь прошлый патч так и смотрели за такой дотой. Можно сказать, что, ну, типа, рейнджовик, он же, типа, с рейнджа атакует, он может харасить, но большинство рейнджовиков, ну, как ты будешь милишника харасить рейнджовиком? Посмотри, у него Пурманшилд, и у него, может быть, там, вармора, там, семь, восемь единиц. Ну, короче, очень много. Гангует ФА, если прокнет башню, он точно умрёт, но башню прокает, и она через профит уходит. Короче, Пурманшилд убрали, всё правильно сделали. Талон убрали, всё правильно сделали. Ну, вспомнить достаточно просто какие-то противостояния в центре, там, приходит Джиггернаут против какого-нибудь Тимбера на линии, и начинается это вот у одного Пурманшилда, у второго Пурманшилда. Великолепная линия, просто никто никого не бьёт. Можешь ещё вспомнить линию, например, инвокер против ПЛа. Вот это... Раньше очень часто такое было, когда кто-то пикает инвокера, а оппонент его контрит ПЛом, и, ну, ты просто ничего не... Как бы ты хорошо на инвокере не играл, ты ничего ПЛу не сделаешь нормальному, который понимает, что делать надо на героя. И... Который покупает Пурманшилд. Да-да-да, это по большей части из-за Пурманшилда. Сейчас в боте будет дайп. Тут внезапно, оказывается, 4 персонажа. Слушай, хороший Артик Бёрн. Арктик Бёрн, да. Отличный Артик Бёрн. Просто на максимальную дистанцию ушёл, ТП-шку прожал, ну, и тут Виктория. Ну, понимает, что где-то там, конечно, интервиверна была, но, однако, подкапывать пустоту он просто не стал. Однако, прогнав героя, вот так с линией, решили запушить ребята из LGT и пользуются, опять-таки, фурионом. Фурион нужен, фурион важен в таких перемещениях и для гангов, и для, вот, стремительного такого снесения вышек, и здесь F5 преуспел. Ну, отлично. Свою линию просто очень здорово в F5 отстоял. Конечно, Блэцикера убить там не смог в один момент. У него блаткая возможность. Однако, топовый Крепстат показал, вышку спушил, и теперь ещё и возвращается на верхнюю линию, будет снова мешать Блэцикер. Так что у F5 в этот раз начало просто здоровское. Стоповый надворсом парень идёт на седьмой минуте. Всё в твоих руках, F5. Немного сейчас стало похуже, посложнее, скажем так, играть эйму, потому что линию они пропушили, вышка была уничтожена. И вот теперь, где фармить, не совсем понятно. Нужны какие-то стаки, которые... Да можно свапнуться линиями просто. Ну, то есть, телепортироваться в топ, двух саппортов туда переместить, чтобы Блэцикер через Рапчер не убивал его. В центре. И Нейчерс Профит что-то бы придумал. С-3плс и умрёт. Не успевает отблинкнуться. Но Виктория делает чарж, фейт, но слишком много героев, и... Чаржиться дальше нет смысла совершенно. Не был у Винтера Верна Колден Брейс, конечно, Колден Брейс в этом моменте очень сильно помог на фейн выжить. Он качается, как через Арктик Бёрн. Ну, так... Корви, верно, качается. На саппорте. Пинка берут всё-таки Сплинтер Бласт. Ну, то есть, Арктик Бёрн веденечку, Колден Брейс веденечку и Максер нюк. Им и фармить проще. И... Как-то издалека помогать своей команде у кака проблемки. Сейчас Спроты ставят эфлай, но... Естественно, летающую Виверну запереть не получается. И... Флай будут пытаться убивать... Очень вовремя прок. И флаж. Быстрый эфлай на драмах, смотри, убегает. Его сейчас видит... Будет Плинк и Соникой. Плотсикер и... Умирает Нейчерс Профит. В другой части карты Муги убивает Яо. Два фрага... Здесь бежит Мирана. Мирана на хосте. Ну, здесь Плотсикера сделать будет что-то очень сложно. Есть ПТ, плюс ко всему рядом со святыней своей находилась, куда могли телепортироваться тиммейты. Так и произошло. Так, и в результате, что мы имеем? Ну, вроде, начало было в HD получше, потом два внезапных фрага, причем один из этих фрагов очень неприятный и фай отдался. Счет становится 3-1 и Ньюби даже немного впереди, несмотря на то, что они уже и вышку одну потеряли. То есть, при всем при этом Ньюби просто перефармливает своего противника. Ну, там, конечно, у Герокоптера и у Фуриона все еще топовые нетворцы, а потом идут герои Ньюби в основном. И у них такого жесткого раздела между фармом суппортов и гор-героев нет. Все фармят неплохо. Леон подставляется, тоже погибает. Вардить, наверное, бежал. Нет, вардить он не бежал. Просто тут фото делал что-то непонятно что. Делал Леон. У Леона довольно печальная ситуация с опытом. Его низкий левел сейчас десятая минута будет. Купит он книгу, наверное, но до шестого ему все равно не дотянуть. И верно. Не шибко высокий. Ну, и у спиртбрекера, кстати, такой же уровень. Как-то совсем мало их получили. Саппорты обоих коллективов. Но, наверное, дело тут в том, что стояли три на три. Муги, фарбласт получает. Есть колдан от Эйма. Прям под середовашку вышку будут лезть, чтобы добить Муги. И Муги таки добивают. Хорошая атака в итоге получилась вниз. И, ну, вот, несмотря на то, что тавра здесь снесли, все равно продолжают активничать LGT Gaming. Поставили вард и, в общем-то, нападают. Вот, сикеры убивать дело очень приятное. И, что самое главное, нужное. Ну, вот, будет ли ответная атака сейчас на ФА, а такая же на верхней линии? Потому что, какая уже здесь, фейв рядом. Они готовы, если что, очень быстро добраться до ФА. И вот уже пошел разгон. Arctic Burn. Потягивает еще KP или Zorior в Саленс. Бьем с руки, с пруты. И тычка последняя от KP долетает. Это минус. Ну, а в центре в это время забирают и Си. Вот, на разных участках карты три фрага сейчас произошло. Силы света укрепили свои сооружения. Без Квинов Пейн вышку в центре задефить будет тяжеловато. Подходит сюда еще и Катапульта. Владикер дает свои скиллы. Мэйби. Тал на месте, но сделать ему ничего не могут. Игроки не уби. Сейчас просто кончится Рапчер. Повесили урну. Телепортируется в мид Квинов Пейн. Ливанчик пока стоит стан. Ну, и ребята просто из ЛЖД отступают, да. Баг влетел с догона и сразу под подкоп подставился. Есть Соник Вейв, накрыл такими рану прям на максимальном рейнже и в итоге минус два сделали. Можно эйма гнать. Эйма-то можно гнать, а эйма-то здесь один. Эйма, как ему спасаться-то здесь? Колдаун унивэйн. Есть стики, правда, 17 штук. Фай тоже, это можно спруты в узкий проход поставить, не пустить противника. Все обошлось, на хайграунд в небе лезть не стали. И в итоге удовольствуется лишь только двумя убийствами. Вот еще чуть-чуть боевышка упала. Очень вовремя подошел Муги, скинул свои скиллы, затянул время. В конце концов, телепортировался из CCC, смогли убить двух героев. Грекиньеви, отличная работа. Несколько сумбурная у нас игра. Пока очень много каких-то драк, может быть, не самых обязательных, не самых нужных. Тем не менее, эти драки есть. Ну, активная игра тоже, в принципе, неплохо. Леон потратил все деньги на Транквилл Тапки. Пришлось у игру купить ему книгу, купить ему книгу. Я уж подумал, что LGD книгу от Дода Тогру, но это, ну, очень глупо было бы. Это мне нет смысла. Нужна, да. Ну, там, есть мультикасс, можешь игна там фармить и Блодласт раскидывать на нескольких героев. Приятно. Ну, вот мы видим то, что Ял, кстати, вкачал Файрбласт. Тоже немного нестандартная раскачка. Упору сделал нанесение урона с нюка. Интересно. Ну, да. Странное немного решение. Его подцепили. Дримкоилл поставили. Блодрайт под ноги и очередной минус. Ну, подставил Согармак, это абсолютно не страшно. Это самый низкий нетворс на карте, поэтому убивать его можно раз за разом. Для LGD это сильно по экономике не скажется. Тем более, что атаку производили аж пятером ребята из Ньюби в то время как LGD рассредоточились по карте и фармят ну, две линии плюс лес. В принципе, фармят даже чуть получше. Ну, надо добрать вышку хотя бы Ньюби, чтобы не таким обидным был этот выход в пятером на одного Угрармага. Там используются команды LGD Fortification, тянется время, в топ делают телепорт, как и Ньюби. Ты посмотри, он просто на чарде пронесся, смог, спалил, разогнал героев. В общем, этот спириттрекер сделал все еще. Винтерскерс, в соло Винтерверно пытается спрятаться, убили уже, справиться. Фай уже уничтожили, Виктория здесь тоже подставится, залетает Элизуарь, есть тоже минус, минус два, ну и этот, этот чардж, он просто похоронил сейчас LGD в этом моменте. Ребят, сам Фейв не знал, и LGD тоже не знали, что так может произойти, но так произошло. Фейв пронесся мимо, всех растолкал, все спалил, и в итоге LGD пострадали. 10-3. Ну вот даже в таких моментах Ньюби везет, просто везет. Тем не менее, спириттрекер отрабатывает на все 100% со своей четвертой позиции. А здесь LGD с суппортом пока не столь заметно. Больше, конечно, выделяется, наверное, Фурион в своей активности. Он работает как настоящая четверка, там старается ровмить и пушить, одновременно все сдачи выполняя. Пока мы видим, этого недостаточно. Атака на верхней линии, Соннус успевает сделать ТП, спасается Бекстом. Там смог Яу, Эйм, и атака вниз, судя по всему, проследует. Они уже именно по такому же сценарию и такое же, по-моему, даблое убивали уже Бладсикер на этом же месте. Может история повторится. Я это уже видел. Ну, отсюда Бладсикер никуда не денется. Скастовывает он скиллы. Может быть, сейчас придет факт, пытается застать Ама врасплох, но сюда же телепортируется еще и ФА. Отгоняет КП. Слушай, а вот тут... Тем не нравится, что уже здесь остаются сейчас. Очень не нравится, потому что подтягиваются в небе. Спиридбрекер уже взял разгон. На Гирокоптера отличный фаербласт Огромага, но вот он ценой своей жизни, конечно, спас своих кор-героев. Самопожертвование ради блокой цели. И это встал бы огород. Да, Гирокоптера наверно убили бы, если б не фаербласт Огромага. Если бы Спиридбрекер добежал бы до Амы, у которого откатывался кулдаун еще. Он не мог себя как-то защитить. Там Рокет-Бараш как-то врубить и побить немного Спиридбрекера, но там бы потянулись и остальные игроки не убили. Долго бы Гирокоптер скорее всего не жил бы. Виктория выходит в центр, летит Ару, Стан, Хекс и Палец. Ну, тут на развороте раска... Ой, Винтерскерс. Так, так, так. Может быть проблем. Большую Сомнусу. Залетел Незерстрайк. Блад Райт. Сомнус. Блад Райт взорвался. Есть Саленс. Артик Бёрн. С Кримом добивает. Кисти, залетая прям под вышку. Под подкоп на развороте уничтожились Спиридбрекера за кулдаун. Кока тоже подставляется. Использует Кулд Эмбрейс. Нужна магия. Навалить сюда немножко магии, ребята. Рокет Беррэдж. Соник Вейв. Ой, разобрали. Там терением со спины снова с игроками LGD. Си подставляет с подвышкой. Получает хороший подкоп от Виктории. И драка на этом заканчивается. Три в три. Ну, данная ситуация, конечно, чуть лучше для ребят из LGD Gaming. Все-таки. Они в более проигрышной ситуации находились, поэтому по экономике получили больше. Ну, конечно, очень отчаянное, очень самонадеянное решение от команды Неби подраться прям под вышкой противника. Залезает раз за разом. Во-первых, раз прыгнул, ее простили за такой наглый врыв. Но второй раз ее уже прощать не ставишь. Подкопали и убили. Герой мягкий. Убла тикера просто пока ни одного слота нет хорошего. Какие-то начальные артефакты он купил себе. ПТ, Аквилла, Стики. И вот только сейчас ему доезжает Блэйдмейл. Вот. Теперь команда Неби посильнее. Теперь они могут действительно сражаться 5 на 5, если хорошо будут скидывать свои скиллы. Правда, в данный момент нет Сониквейва у Queen of Pain и нет Винтерскерса. Ну, Винтерскерса все-таки появляется, но Сониквейва нет. Поэтому какие-то массовые драки наверное Неби следует как-то дольше. В невидимости Мирана делает ТП-Аут. Выживает. Рапчур потратили. Неби. Причем там вроде бы был сентри, но спруты. Спруты и Фейв просто не видел элементарный. Не мог добраться даже до Фариона. А Незер Страйк еще откатывался. Он просто был в кулдауне. Поэтому избежал смерти СФА. Ну, в целом это, конечно, знак того, что ему нужно играть поаккуратнее. Потому что раз за разом как только он появляется где-то на карте на него сразу же идет чардж, на него сразу же идет разбег. Да, и он либо моментально делает ТП-Аут и отбивает желание у Спирит Брейкера чаржаться дальше, ну, либо просто умирает. Потому что спрятаться от Спирит Брейкера он уже не может. Потому что чарж его подсвечивает. Лайн. Хорошая разведка от Леона. Виктория просто подставляется опять-таки сам. Зато теперь команда получает информацию может на развороте подраться. Залетает Раскаст в интервью верно хороший Эрро. А Эйм тем не менее преследует Фейф. В итоге есть два минуса сделали в разных участках этой драки. Один в два подрались лучше ЛГД. Грамотно, грамотно сыграно Леон. Вышел прямо навстречу атаке со стороны противника. Если бы он еще и подкопал там где-то пятерых узкий проход, это было бы, конечно, намного круче, но... И так тоже получилось для ЛГД неплохо. Ну и вы знаете, 18-ая минута и здесь уже ЛГД видно, что проснулись. Ребята играют явно поинтереснее, получше. Настолько же дико и активно, как это делают Ньюби. Мы видим даже некоторые размены, даже большая часть этих разменов происходит уже под руководством ЛГД. Сейчас может Кипи встрять, поднимается на хайграунд, не успевает среагировать, получает кекс. Фингер залетает и вот еще один минус. Ничего не предвещало беды. Не хорошо смотрится Леон против таких героев, как Пак и Квин оф Пейн. Эскейп не помогает. Не можешь ты каждый раз надеяться на арбу или на Блинг, когда в пике соперника есть Леон, который то и дело тебя захексит, подкопает и не даст уйти. Да, может быть, какой-то Iron Desk даже придется покупать на героях, на Core-героях. Кстати, кто-то покупал уже этот диск. Да. Я вот ни разу не видел. Вчера, опять-таки, я вспоминаю игру Virtus.pro Secret. Вот помнишь, я тебе рассказывал о моменте, и зрителям тоже, когда Мирана в соло убивала Брюмастер для с половиной тысячи урона, нанеся за секунду. Так вот после этого Брюмастер решил купить себе диск. Он понимал, что... Помогало? Ну, на самом деле, он так его и не купил. Игра закончилась. Но желание было вполне правильным, вполне обоснованным, и диск в таких ситуациях спасали, когда много магии, когда много мгновенного урона, диск срабатывает и сейвит. Ну, я видел, видел. Это просто один из ярких примеров, где прям диск был крайне необходим. До этого тоже приобретали. Я вот не замечаю, например, Кая как-то вот-вот не это сейчас. Вот в первой карте я не видел этого артефакта, и во второй карте тоже артефакта когда нет. Хотя, казалось бы, магии здесь много. Героев с магическим прокастом тоже. Так, ну у нас опять размены в разных участках карты. Как так происходит? Мирана в центре погибает, сверху погибает пак Квапа. Подцепили Винтеру Верну еще одна смерть. Тинф-3 в итоге драка какая-то получилась. Очень много сумбура в этой игре, еще раз повторюсь. Как-то... Как-то вот... Ну не знаю, самостоятельно на скилле, что ли, что называется, играют ребята. На собственном, на индивидуальном скилле. Но вот только армаг девардил, его никто не помогал, его убили. Как это... По крайней мере... По крайней мере, он раздевардил. Хорошо. Бывает, что еще и не раздевардишь, тебя еще убьют. Да, размены на карте происходят прям регулярно. По большей части, это из-за того, что ЛЖД очень мобильный пик, быстрый гирокоптер, он под блатластом и с прожатыми фейзами летает с максимальной скоростью. В доте... Ну, с практически максимальной скоростью. Nature's Profit тоже в любую точку карты может прилететь. Мирана с липами, ну и плюс Moonlight Shadow, который позволяет ЛЖД иногда мимо вардов пробегать. Напали на Spirit Breaker в топе, закрыли в спуты, стана нет, кекса нет, палец только через 5 секунд, и неужели фейт уйдет? Прыгает Мирана дважды, использует Star Storm, умирает фейт. Красиво это выглядит. Лип, лип, Star Storm. 500 рейндж, да, сколько я понимаю, 550 рейндж липа, то есть 2 липа это 1100 рейндж, и все еще это меньше, чем 1 блин к Queen of Pain, который 1300 ударяет. Ну, забавно, прыжки такие, интересные. Ну, блин, Queen of Pain не дает скорости атаки. Это да. Ты сам и Queen of Pain. Раньше лип еще и тиммейтам давал баф, сейчас он этого не делает. Так, Рапчер, FY подцепили, уходить ему нельзя дать. Ой, хорошо, сыграл Лайн в очередной раз, просто не позволил Винтерскерс использовать КК, в итоге КК находился просто в Хекси, спасается FY, и еще и Викторию спасают за счет Moonlight Shadow, хотя с Кримом есть чарж. Все равно хорошо отыграл Виктория, в очередной раз подмечу действия Лайна, шарит, кого нужно Хексить, кого нужно дизейвлить, это очень сильно помогает заживать своим коргероям. Молодец. Старается. Ну, кстати, вот, возвращаясь к вопросу о Миране, то, что дается теперь дополнительная скорость атаки, помимо просто мухспида, это все-таки позволяет как-то Миране одеваться больше в керри билд, да, вот я говорил о том, что, возможно, мы увидим в этой карте какой-то магический прокаст от Мирана, это, в принципе, довольно было логично, ввиду наличия Винтера Верны с Йоколдом Брейзом, вот, однако же здесь, судя по айтем-билду Мираны, будущему айтем-билду, все-таки будет Мирана, которая будет бить с руки, то есть, Ленькинс Вера, Молнии, там, БКБ, наверное, какой-то появится, несколько другого формата Мирана, но это здорово, то, что Мирану можно теперь одевать по-всякому, через магический билд, через физический билд. Так, атака теперь не пошла в центре, Эквин офф Пейнс, может уйти спередбракер, отличный разгон, спасают СССР, Соник Вейв, Винтер Скиррс, так себе получилось, тем не менее, на эйма атака продолжается, под бакинг-баром его просто уничтожило, он без байбека, но и теперь драться без своего керрия здесь нет смысла, судя по всему, хотя и Файс все-таки пытается, там, правда, есть Юл, КП так просто не взять, погибают еще и Мираны, Файс старается уйти, если чем сбить ему ТП, ТП сбить нечем, однако это полный провал от LGD Gaming, они проигрывают драку 3 в 0, и судя по всему, еще будут отдавать Рошана профилю. Да, драться нечем сейчас LGD, Гирокоптер в таверне, Мирану может выкупиться, но смысла в этом совершенно никакого нет, и Ньюби после выигранной драки сейчас заберут Рошана, и то преимущество, которое у LGD было на карте, будет нивелировано тут же, вот мы увидим то, что после того, меньше тысячи начинают выигрывать в LGD, хотя до этого они выигрывали, по-моему, 3, 5 было, 5 было даже, вот ты говоришь, ну, тем более, тем более. Хорошо подрались в Ньюби, несмотря на то, что Клин оф Пейнт скастовала Соник Вейв прямо в Винтерс Керс, причем, знаешь, иногда бывает, ты кастуешь Соник Вейв в Винтерс Керс, и тебе, ну ладно, ну потратил, и ничего страшного, когда там в каком-то глубоком лейте Виверна своим керсом важного саппорта А тут Винтерс Керс был скастован таким образом, что атаковал только Леон, то есть он демеджа никакого не нанес совершенно, ну в итоге Чуи и Соника потратили. И даже несмотря на эти фейлы, все равно драка была выиграна, потому что страшно. Все равно была выиграна, да, да. Блотикер очень силен, у него появилась БКБшка, которую он в первый раз использовал. Тарш на Виктория, Виктория уже никуда не денется, отсюда надо уходить и Файя. Чудом, что его не просветило, даст был использован, и Файя почему-то под даст не подставился, хотя бегал вот прям в непосредственной близости от Лайна. Но обошлось, обошлось в этот раз, Фурион остался в живых, он, конечно же, оттуда будет уходить. Ну а Ньюбе продолжит свое шествие по нижней линии, там Тер-1-нышка пострадает, потом, конечно же, Тер-2, да и... Ну не знаю, есть Аегис, есть Блокинг Бар, а почему не попробовать и Тер-3 погрызть, например? Там, наверное, LGD отспамят со скиллами просто, особо Т-3-вышку не побьют. Игроки Ньюбе, но вот Т-2, да, наверное, наверное, смогут забрать, даже не просто погрызть, а вот именно забрать. Виверна появляется Блинк, какая его пока что не палил, но сейчас он подходит к вышке, и может его уже успели прокликать, нет, его не видно. В данный момент на карте может быть очень неприятным сюрпризом для команды LGD такой артефакт на Виверне. Опять-таки, Леон очень хрупкий, и Nature's Profit очень хрупкий. Если хорошенько ультануть на Виверне, то этих двух персонажей можно уничтожить. Решаться ли? Решаться ли Ньюби? Да, решаются на атаку. Вот о чем я и говорил, конечно же, будут стараться как-то навязать борьбу прямо здесь, под Т-3, сейвят Муги, пока что-то колденбрейт, слетает кучу магического рассказа, успеет ли Блокинг Бар нажать, да, Блокинг Бар нажимает, есть Винтерский Аварс. Вот теперь таймингово развернуться и подраться, нет? Нет, не стали. Все-таки решили уйти на верхнюю линию, а там ИФА сплитпушит сильно. И есть смысл просто убежать. Так, ну вот уйдет ли Винтерверна, большой вопрос, и уйдет ли Квин оф Пейн. Второй блинк, третий блинк, и уходим. Айфай подцепили, айфай, видимо, не ушел. Ну и тут тоже очередной минус в LGD, но вот все не так. И БКБ потратили, и герои снизу потеряли, лайна сверху, ИФА не смогут нормально сплитпушить, тоже погиб. Ребята из Ньюби, на отходе никого не потеряли. И вновь плюсы, одни только плюсы. Да, ситуация будет ухудшаться сейчас, потому что у Спирит Брейкер появляется гем, правда его там кому-то другому могут отдать. Квин оф Пейн в итоге отдали гем, да, то есть те варды, которые сейчас в LGD стоят, один слева, но он и так скоро закончится, другой в мизе, эти варды будут уничтожены квопой, и LGD просто ничего не будут видеть вот после этого. То для них довольно плохо, потому что им надо стараться сплитпушить. Гирокоптеру нужны вещи, ему нужна бабочка, а откуда эту бабочку доставать, пока непонятно. Если ты будешь сплитпушить без вижна, то тебя будут легко убивать через Спирит Брейкера и других там быстрых персонажей, через Блоттикер Спирит Брейкера, через Квин оф Пейнт Спирит Брейкера, ну и другие варианты. Поэтому приходится фармить вот эту вот часть карты, которая относительно безопасна. Тут есть Шрайн, сюда можно, если что, телепортироваться. Напали на Мирану, Мирана пока что терпит, сейчас кончится Сайланс, будут использованы липы. Роу залетает, там Пол Дембре, сейв хороший, залетает СС, Соник Вейв, и Миран, или что только залетает, не коснулась Лайна, но Лайна подцепили Винтерс Кёрсом, который уничтожал свой гирокоптер, гирокоптер использует цветы, не под ним старается пробить СС, и получается пробить там АЕГИС, не забываем про это, Блоттикер таки догнал Мирана, Мирана в таверне, погиб таки Спирит Брейкер, и мы видим, что драка на этом пока заканчивается, однако остается еще и Яо, который старается минус Огрмак, в итоге драка 2 в 3, и АЕГИС еще выбили, как-то так, по-моему, получается, 1 в 3 АЕГИС, да, 1 в 3, и АЕГИС, который был СТРИПЛСЮ, прожали БКБшки игроки Ньюби, СТРИПЛСЮ БКБшку свою нажимал, и с каждым разом этот артефакт становится все слабее, слабее надо понимать, но Ньюби достаточно серьезно начинает доминировать на карте, их может это не остановить, если они будут БКБшки низкого очень времени действия. Вот бабочка на гирокоптере может, конечно, все поменять. Надо изо всех сил АМА стараться этот артефакт заполучить сейчас. Ну, то, что у Эйм это все более-менее неплохо, мы это видим, мы это видим по его фарм, по его айтембилду, по его нетворцу в том числе тоже, вот как-то выпадает из игры Мирана, ну вот совсем Мэйби незаметен. Купил себе, мы видим, Драгон Лэйнс долго очень фармит на Легенд Сферу, смертей 5-0 фрагов у Мэйби, но это не та Мирана, которую мы заслуживаем, конечно. Тут у этой Мираны прям большие трудности, игры пока никакой нет, нет помощи. Так, ну что ж, атака в центре, тем временем, а Блатикер, по-моему, не успел бы Кингбар нажать, и просто не захотел этого сделать, то его ашипом погибает, бездневого драка у нас продолжается, Фейв тоже погибает, еще и Винтерверну закрыли с Аленсом, тоже убили, размен пока 1-3, но ИСИ понимает, что тут воевать, наверное, не получится, вдвоем вместе с паком, надо уходить. Блатикер не прожал БКБ, за это подставил, за это погиб. Хорошие деньги для LGD Gaming, 2000 в разнице они отыгрывают. Там, молодцы, смогли защититься, разбирает Mask of Madness Ама, и берет себе бабочку. Из оставшегося артефакта купит себе Сатаник. Наиболее приятно, мне кажется, именно для Гирокоптера и Луны вот это вот изменение было сделано, когда ты можешь Mask of Death и Quater Staff использовать для того, чтобы собрать бабочку из Сатаник. Ну, как бы, они и раньше были нужны, просто ты можешь Момчика разобрать и лишние деньги не тратить, а Момчик на этих персонажах полезен, как на Гирокоптере, так и на Луне, для того, чтобы быстро-быстро фармить. Так, на виду, что Мирана наконец приобрела себе Линкен Сферу. Попрочнее, если теперь будет Мэйби, не так просто его зафокусить. Главное, что его не зачаржить. То есть, если он будет сплитпушить, как начинается ганг у Ньюби, используется сначала чардж, героя подсвечивают, потом, когда Spirit Breaker подходит уже чуть поближе и видно то, что персонаж, которого чарджер Spirit Breaker ничего не понимает, сетапится килл, то есть, туда подходят люди, как-то телепорты делают, там, на траволах или как-то еще приходят, ну, в общем, стараются быть ближе к Spirit Breaker и тогда уже убивают. А если у тебя есть Линкен Сфера, то тебе ее Spirit Breaker взрывает, ты понимаешь, что, ага, на меня сделали чардж, меня хотят убить, ты чуть-чуть назад отходишь, свежно ждешь, пока Линка снова появится и продолжаешь стиль пушить. Вот такой вот простой механизм. Я думаю, что Мирана не рассчитывает на то, что здесь будут ее стараться убивать. В принципе, Мирана здесь все еще бесполезна, то есть, да, конечно, выживаемости она себе добавила, но урона очень мало наносит, практически его нет, поэтому я думаю, что есть смысл Линкен Сферу вешать в драке на Гирокоптера. Даже если ты подставишься под какую-то инициацию, а Гирокоптер при этом под Линкой будет расстреливать противника, тогда же будет лучше для твоей команды. Ну, именно вот сейчас, именно в данный момент, потому что пока Мирана свою мощь еще не обрела. Магия не работает, потому что у кор-героев есть блокинг-вары, а демеджа с руки тоже нет, потому что еще нет молнии. Элементарно, артефакт на урон. Видят LGD сканом своего соперника, знают, что они буквально на соседней горочке, но там шрайн, то есть, если драка вдруг растянется и курьера подрезали сейчас с вардом, отсюда надо быстрее, мне кажется, уходить игрокам LGD. Вообще, Ньюби сейчас знают, что FI снизу, правда, он может очень быстро в драку вернуться. Увидели, так, кликнули, ага, так, FI там, где-то в центре, можно произвести файт, но на хорошей позиции находится LGD на хайграунде, все прекрасно видят, все прекрасно знают и Ньюби решили не ввязываться в эту борьбу. Ну да, и сценка здесь тоже решили отступить. Действительно, очень важно начать драку первым, что одному, что и другому коллективу. Как-то с Хиггса вот так ворвается Леону, дать подкопчик, дать палец и быстро убить бага. Как еще Эрол, залетает в ССС, Spirit Broker, конечно, расталкивает противника, если таким образом был спасен, и Эйм под БКБшкой начинает разваливать. Получает Незерстрайк, плавен здоровья лишился, как же больно его пробивать, то он просто решил пострелять в Блотикера с Бейдмелом. Отличное решение, Геррокоптер. Геррокоптер погибает, правда Блотикер тоже добила Мирана. СС ныряет дальше под Блокимбаром, убивает саппортов, остается Лайн, остается Мирана, Лайн делает ТП, а вот Миран уйти, наверное, не сможет. Драка. Выиграна коллективом Ньюби, в частности, выиграна, конечно, товарищ МСС, который здесь больше всего получил, больше всего заработал, ну и учитываем также еще и байбэк Spirit Breaker. Тем не менее, чуть лучшие ситуации оказались Ньюби в результате всего этого. Ну и Геррокоптер, я не знаю, вторую драку подряд он просто стреляет Блотикера под Блэдмейлом. Как это оценивать? Отрицательно это оценивать, адекватно. Отрицательно. Отрицательно. Очень тяжело не стрелять по Блотикеру, например, когда драка разворачивается в таких условиях, что ты, ну, Блотикера особо не видишь, допустим, ты там какую-то другую цель покусишь, но у тебя включен флагкэнон, и ты этим флагкэноном по Блотикеру попадаешь, он Блэдмейл врубает. Тогда еще, в принципе, можно понять, но когда ты целенаправленно его прям лупишь, знаешь, так. А так и было сейчас. С душой так прикладывая максимальную амплитуду своего удара, тогда это действительно смотрится странно, мягко говоря. И если бы Геррокоптер не бил в этот Блэдмейл, вполне вероятно, что Блотикера бы потом как-нибудь бы добили, а Геррокоптер бы выжил. Все-таки у него бабочка, пробивать его руками Блотикеру тяжело, его убивает Коин оф Пейн, его убивает Пак, которого в той драке собственно не было, потому что его Леон быстренько обработал скиллами. Да ну там видно было, то есть Геррокоптер под БКБ дерется, ХП у него не отнимается. Начинают убить Блэдмейл, ХП у него отнимается моментально. То есть, ну, вывод просто не бей Блэдмейл. Ну, Сатаник нужен, да. Не-не-не, не такой вывод. Нужен Сатаник. Ну, Ну, или так, да. Так тоже, или так, да. Может быть, я и подумал, что у него Сатаник уже имеется. А есть, кстати, загрейженные урны. Я так понимаю, загрейженная урна, вот этот спирит-весиль, он должен очень хорошо против Сатаника работать. Там срезает восстановление жизней довольно сильно. Ну, кстати, да. Тоже может работать. Работает ли против Сатаника? Мне тут просто интересно. А меня смущает. Ну, ульт-аппарат уже работает против Сатаника? Работает. Ну, значит, и спирит-весиль должен работать. Ну, там, что сказано? Что снижает регенерацию и восстановление жизни на 70%. Да, он тогда работает. С такой формулировкой должен работать. Да, должен работать. Опять же, это пока не проверишь, утверждать это не нельзя. Все-таки, Дота. Да. Я так в последнем видосе с Пангольером убедился в этом тезисе в очередной раз. Кстати, друзья, если вы еще не посмотрели, давайте посмотрите на нашем YouTube-канале новое видео. Не смотреть, там ошибки. Да ладно. Там ошибок много. Ну, не все же там ошибки. Там есть очень довольно интересные моменты, связанные там с механикой. Ну, то есть, почему там Ёлнер лучше не собирать на этого? Почему там Диффуз, например, лучше? Или там МКБ, почему лучше? Или там просто пара джавеливнов лучше, чем молнии на этого героя? Вот это интересно. А остальное в принципе такие тривиальные вещи. Леон в Инвизе нападает на Пака, понимает сейчас КП и то, что на хайграунде стоит Вард, иначе этого бы не произошло. Приходит Какаса тапит килл, убивает Леона, но сбить телепортов Вайо он не в состоянии, и больше никаких сюда телепортов Ньюби не сделали. Молодцы LGD резко, дерзко, напали прямо на хайграунде. Ну, вот все-таки имейте в виду, что Пак там 21 уровня, Юл, Линькин, Сфера, и в принципе довольно такой уже прокачанный персонаж, но все-таки смогли разобраться с ним, хватило кастов, хватило нюков. Это очень приятный минус, с учетом того, что LGD выигрывает для себя время. В частности, конечно же, для Мирана и для Гирокоптера. Ну, Гирокоптер уже так подсобрался, хотя, конечно, нет предела совершенству. В конце концов, можно начинать тариться рапирами. Когда у тебя есть бабочка, сатани, КБКБ, ты можешь купить себе, ну, это надо очень много денег накопить, купить себе две рапиры, одну таскать, а другую просто держать на базе. И если вдруг ты где-то ошибешься и умрешь, ты можешь выкупиться, взять вторую рапиру. И победить. А Владмир спрятает. Ну да. Ты тоже можешь. Так, Владмир с кого там появился? Интересно. Владмир с и Огр Мака появился. Он, кстати, сам тоже не стал приобретать Весел. Вот я наблюдаю, что при выходе патча в первые игровые дни на том же самом ДПЛе я комментировал, вот все старались сразу на суппортах типа Спирит Брейкера, типа Огромага урну проапгрейдить до Весела. А сейчас мы видим, что Весел прям уходит на второй, даже на третий план и стараются какие-то другие вообще его как-то никто не покупает. Там, посмотри, там Виверна, там Бладсикер. У Мирана есть талант на Спирит Лайфстил. На него, я так понимаю, тоже должен Весел распространяться. Ну, в первую очередь, конечно же, там по другим героям работает Весель хорошо. Вот и... По крайней мере, команде Ньюби не помешал без Спирит Веселя. Изначально казалось, когда я читал Чинжлок, что этот артефакт как-то тяжеловато будет собрать, да, потому что там надо Виталити Бустер купить, да еще сам рецепт немалых денег стоит целых шесть сотен для саппорта. Ну, как... Это средняя цена, но для саппорта порой бывает тяжело накопить. Там для роумящего, например, если у тебя игра в начале не пошла. Но, тем не менее, как-то на баунтосиках, там на гангах Рошана забрал, вышечку забрал и вот у тебя уже деньги есть. Он, что самое главное, собирается из суперполезных айтемов. Вот это важно подметить. Потому что Гиндлейс, урна, Виталити Бустер, это все так необходимо вот суппортом четвертой позиции, этим спиритбрекером, угрмагом. Это и жирность, это и все, что... И жирность, и скорость. Параметры очень важные. Вообще, в принципе, для любого параметра важные, в том числе и для саппорта. Так, мы наблюдаем все-таки, вот делается упор на гирокоптер, что вешается на него линкен сфера. Вот таким образом Сомнус будет оберегать своего тиммейта, своего керри. Это очень важно. Так будет происходить в каждой драке. Так должно происходить в каждой драке. Гирокоптеры, это вот та самая мощь, та самая сила, которую нужно беречь обязательно. Ну и мы видим, что игра так потихоньку перетекает в лейтовую стадию, где команды уже, конечно, не бегают по одному. Уже того сумбура, что было на стадии лейнинга, просто-напросто нет. Сейчас только командные телодвижения, командные перемещения, ну и попытка как-то подловить противника на ошибки. Ну, более удобные позиции находятся в небе, просто потому что расставили суперхорошие варды агрессивные. Все выходы из базы противника и, соответственно, заняли все чужие леса и фармят все, что хотят. Ситуация у них очень благоприятная. Ну, ЛЖД стараются сплитпушить, конечно. ФА в вечном инвизе. Так, подловили пака. Хорошо, линку сбили. Хекс, фингерл дес и в итоге минус. В очередной раз пак уничтожен. Чардж. ФА сможет ли уйти на телепортейшн? Да, уходит. Здорово, здорово ЛЖД действует. Второй раз подряд уже уничтожают пака. Ну, примерно в одной и той же области, на одной и той же линии. И за счет этого выигрывается время. Что самое главное, после этого фрага ЛЖД позволяет тебе выйти из базы. Просто подфармите центр, верхнюю линию, отодвинуть крипов подальше от своих владений. Это очень приятно. Надо, чтобы сейчас саппорт и ЛЖД догадались раздевардить те два варда, которые не поставили на хайграунде. Они очень много информации дают. Вот, например, в данный момент никого нет в топе, никого нет в боте. И... Ну, у Муги просто крипы прям по самому центру. Но он боится. Он боится, он отступает. На карте никого не видно. Возможно, именно благодаря этим вардам этот смоук просчитали. Может быть, просто Ньюби старается играть осторожнее. Виверна вешает на себя Эко-шелл от Лотуса Орба. Ой, хекс-хекс. Так. Под фокусом, оказывается, Огармак. Получил Саленс. Кака пережил Соник Вейв. Бак от БКБ. Дальше идет ИС. Разваливает ИФА с руки минус 2. И это без пака. Все еще и Сомна тоже подставляется. Минус 3. Вот так вот плохо с они сыграли ЛГД Гейминг. Пошли в атаку сами. В итоге нарвались. Ну, отлично. Кака впитал вот этот вот внезапный Лотусорб, которого, судя по всему, Лен просто не ожидал. Поставил просто в тупик команды ЛГД. Непонятно, что делать дальше. Фокус от Лайна был прекращен. Просто потому, что Лайн сам находился в кексе. Уже вроде бы под вышку залезли. Ну и как-то все грустно получилось для его жителей. Прекрасная драка для Аниби. Ну и теперь разбивать байбеки противнику, да. Ну, у нас байбек Нечас Профит, у Лайн, у Мираны три байбека выбили уже. Теперь можно... Интересно... Интересно то, что Квин оф Пейнт берет талант на страх для скрима. Очень приятный дизейбл на самом деле. Если у тебя есть... А, КДРа нет. Квапы. Ну ладно. Если ты возьмешь КДР и ты возьмешь Актерин Корр, то ты можешь постоянно дизейблить врага страхом. Постоянно ли? Кулдаун 6... Сколько кулдаун? 7 секунд? Ну, там практически... Ну... Минут 25-20. Доболее часто. То есть за драку ты можешь где-то 3-4 раза скастовать скрим. 3-4 раза это... Ну, считай, 4,5-6 секунд дизейбл. Вау-Е. Ну, это довольно много. Пускай это... сбрасывается всякими БКБшками, да, и... прочими вещами, но... Это равно. Митроскерс очень быстро за спину Лайна уничтожает, за Сайленс. По фокусу подставляет Сокгар Мак. Стоит гирокоптер, но вот БКБ поражать и бить, но не в Блэйдмейл. По цветыне своей еще Незерстрайком. Астана Людмейк просто вгрызается вот его эйми, старается его уничтожить. Кончается Блэкинг Бар и кончается гирокоптер. Гирокоптер байбекается, у суппорта байбеков нет. Тут еще и ФВА тоже встрял. Ну, не может здесь Паурион доживать таких замесов. Просто не отпускают, не дают ему бить с руки. Ну, минимальное количество урона в драке наносит. Видимо, 674. Очень мало. Мирана 1300. Тоже очень мало. Надежда была на гирокоптера, его нужно было всеми возможными и невозможными способами сейвить, чтобы он бил. Ну, не получается этого сделать. Ну, не сбросили LGD просто свои скиллы в этой драке. Вот и все. И сейчас такая минута в игре, что Ньюби запросто даже без крипов ломает строение. Вешает на себя Blood Rage Муги и... Вот еще и крипы подошли, Backdoor Protection отключается, и Ньюби в легкую разбирается со второй линии. Гирокоптер выкупился, начинает спамить ракетками, летит Ару, которая ни в кого не попадает. Мирана так артефактов купить и не смогла хороших, кроме Линкенсферы, Молнии и Драгон Лэнса за 42 минуты у Мирана. Ничего нет. Очень мало. Дримкоил, там Тиренимпак держит Гирокоптер на привязи вместе с Огармагом. Ну и будут последнюю линию сейчас убивать, разрушать, есть Глиф. Ньюби могут и не отойти, наверное. Могут и остаться, подраться еще. Нет, интерверно подставляется, скорее всего. LGD все-таки отбиваются. Каким-то возможным, невозможным способом все байбеки потратили, все потратили. 27 тысяч проигрывают, двух линий уже нет, но все еще в игре, все еще в этом матче, конечно. Еще в игре, все еще в этом матче LGD, потому что у них есть Гирокоптер, который, ну, чисто теоретически может купить рапиру и всех убить. Теоретически. Но на рапиру надо накопить деньги. И где же взять? Вот идет, а мы убивать Рошана, это не то, что ему нужно на самом деле, потому что Рошана убить LGD быстро не смогут, им нужен пиков сначала какой-то. Слишком опасно. Там байбек от Винтера верный. Но и отдавать Рошана тоже нельзя на самом деле, потому что это, Рошан уже третий, если мне не изменяет память. И там есть Refresh Shard. Два ультимейта для одного из героев. Dream Coil, выцепили двух героев, клопан ныряет, пока ничего не прожимает, не был Канимбар, потому что он знает, что есть Оригис. Sonic Wave залетает, минус Огармак уже, в Envizy Aim, но там есть гем, его прекрасно видно, и БКБ поражал, ту же секунду погиб, ноль урона практически он вынес в драке, и по итогу команда LGD Gaming заканчивает сегодняшнее выступление в рамках DPL проигрывая встречу. 0-2. Ньюби отлетели. Ну, не знаю, у меня впечатление лишь только такое, осталось, что Ньюби, ну, то ли они прям так царски играют, то ли LGD настолько плохи. Да, похоже, Ньюби сейчас очень сильный. Ну, посмотри на S3CC, 25 на 4, он стоял против Мираны, ну, можно сказать, что один на один. Spiritbreaker, я не помню, чтобы приходил на помощь к Queen of Pain, и как-то как-то мешал. Мэйби нормально стоять на линии Мэйби, кстати, известен своей Мираны, то есть, это не герой, который просто вот внезапно LGD появился, слушайте, там Мирану бафнули, давайте пикнем Мирану, поиграем Мирану. Нет, Мэйби играет на Миране очень часто, он как раз вот известен тем, что это один из немногих игроков на профессиональной сцене, у кого такой кролик есть, раритетный, которого, по-моему, ниоткуда не достанешь, его можно было выбить только с статуи, которая там на шестом, кажется, интернешнале продавалась, такая дорогая статуя Мирана, и шел код, который позволял тебе вот такого кролика получить, то есть он мало у кого есть, и все вот помнят, то, что Мэйби играет на Миране, и у него вот этот вот кролик. Так вот, кролик ему не помог. Этот кролик ему не помог, да, 25 уровня Мирана так и не получила, статистика 4.8.7, в то время, как у S3C, статистика 25.4.8. Топовый ДПС, кстати говоря, именно у Квиннов Пейн, а не у Бладсикера. ... ... Продолжение следует...